Публика помогла Фетчику. Надеемся, что также сегодня поможет. Вот как раз. Вот я обратил внимание, что Кайл Снайдер, он набрал форму. Я смотрел на чемпионате мира его, который недавно прошел в Казахстане, в Нур-Султане. И он проиграл там. Он проиграл олимпийскому чемпиону Шарип Шарипову, но 86. После этого Шарип Шарипов долгое время не показывал результат, не тренировался долго. Не видно его было на ковре. А вот там заявил он на чемпионате мира. И очень громко. Да, очень громко выиграл Кайла Снайдера. Так, с уверенностью. Поэтому вот ту борьбу я видел и сегодня, то, что вчера он показал. Совсем другая борьба. Поэтому он в хорошей форме. Вот сейчас он как раз вышел, выбежал. Тем самым, наверное, чуть-чуть припугнуть соперника, что вот я вышел сейчас там рвать. Амбиции у американцев не отнять, как говорится. Они всегда настроены, всегда выбегают на ковер. Борются до конца. Грызутся за победу в буквальном смысле. Ну и мы видим привычную стойку Владислава Байцаева. Низкая стойка. Низкая стойка. Будет, я думаю, беречь пятки, потому что Кайл Снайдер очень хорошо проходит в пятки. И оттуда развивает атаку. Ну, на мой взгляд, Владислав Байцаев выглядит гораздо крупнее. Потому что неоднократно Владислав Байцаев боролся в весовой категории до 125 килограммов. Но, к сожалению, было не очень успешно. Вроде его отправили на чемпионат Европы, насколько я помню. Но там он, к сожалению, не смог добиться. Да. В 97 он выиграл, а в 120 чуть-чуть сложно. Но он не смог перестроиться. С той борьбой, которую он показывает 96-120, наверное, не пошла. Вот вытолкнул, прошел в ноги. Кайл Снайдер вытолкнул на один балл и повел в счете 1-0. Второй американский и российский финал. И второй раз американец ведет. Надеемся, что Владислав пойдет по стопам Хетика. Да. Это дорогого стоит, дорогие друзья. В столице Северной Осетии на ковре борется американский олимпийский чемпион. Действующий олимпийский чемпион. Действующий, разумеется. И хочу заметить, что на трибунах, точнее, на месте почетных гостей, наблюдает их главный конкурент, что в мире, что в России. Абул Рашид Садулаев, который в скором времени присоединится ко мне. Продолжать данную трансляцию. Минута остается, но в привычной манере Владислав Бойцаев в первом периоде не пытается нагнетать баллы, но и, к сожалению, уступает. Второй выход за ковер. Главное, не получать еще предупреждения за это. Наверное, есть какой-то план на второй период. Но я считаю, что Кайл Снайдер не такой борец, которому можно дарить баллы в первом периоде. Ну, он в любом случае не удерживает, а наращивает баллы. Поэтому Владиславу Бойцаеву надо что-то предпринять, чтобы как-то выровнять схватку. Ну, хотя бы больше не дать баллов, чтобы во втором периоде как-то он смог перестроиться. Ну, в первом периоде значительно активнее Кайл Снайдер. Пока от Владислава мы не видели ни одну попытку даже прохода. Надеемся, что это план второго периода. Так же, как у Цаболова, да? На второй период все оставил. Закончился первый период. 2-0 против Кайла Снайдера, против нашего российского спортсмена. Вот сейчас его тренер Цезарь Тибилов. Тоже опытный тренер. Воспитывал как бы Влада с его, ну, как бы с юношества. И показали неплохие результаты. И сейчас вот 30 секундный перерыв. Какую-то установку он ему дает. Посмотрим, сможет ли Владислав Бойцаев, услышав тренер, и выполнить эту установку. Паджимурат, вы как человек, который боролся и с Кайлом, и с Владиславом, с кем было вам тяжелее? Извините за такой нетактичный вопрос. Ну, это правильный вопрос. Рабочий вопрос. Скорее всего, мне, наверное, тяжелее было где-то даже с Владиславом Бойцаевым. Почему? Потому что мы воспитанники одной школы борьбы. И знаем друг друга. Да, естественно, с таким спортсменом гораздо тяжелее, нежели там, кто тебя не знает. Вот мы видим, что Владислав Бойцаев попытался пройти в ноги. Кайл Снайдер встретил и забежал. Кстати, он очень хорошо забегает. Вот с ним на коленях оставаться нельзя. Это точно. Если проходить, только вот вставать и уносить. Потому что он сразу загружает и забегает. Не знаю, Владиславу Бойцаеву очень сложно будет сейчас что-то предпринять. Так как я смотрю, вот он, Кайл Снайдер изучил его борьбу. Владислав Бойцаев прыгает в ноги. Он спокойно встречает на корпусе. Ну, Владислав Бойцаев так не работает. В основном на ногах. А ноги он... Вот он прошел в ноги. Ему надо вставать. Встал. Вот сейчас надо посадить. И обязательно брать 2 балла. Все, отлично. Взял он 2 балла. Надо попытаться продолжить попытка скрестного захвата. Но это было лишь обозначение. Мне кажется, чуть подустал. Появился больше интерес. Подустал кто, Хадимурат? Я думаю, чуть Владислав подустал. Так как он и в партере не стал ничего делать. Мне кажется, стоило хотя бы попробовать накатить. Самое главное не отдавать лишний балл сейчас Кайл Снайдеру. И попытаться сделать такую же тактику. Под конец, можно сказать, занавеса. Взять очередные 2 балла и вырвать победу. Ай-яй-яй. Нет, не было, не было. Не отдавай. Балл. Балл Кайл Снайдеру. Нагнетает. Вроде бы в его пользу счет. Но мы видим колоссальный опыт, что делает. Он знает, что нельзя малое преимущество оставлять. Да, о чем я говорил, что он не стоит, постоянно атакует. Как бы его задача постоянно в движении атаковать, атаковать. До последней секунды. Выигрывает. Это, в принципе, тактика всех американцев. Подустал Владислав. Видно, подустал. Но нужно потерпеть полминуты и попытаться произвести атаку. Садовозов на награждение. С участием американских соццены. Семьдесят четыре, девяносто четыре килограмма. Вот одну руку правую он постоянно держит снизу. Для встречи соперников. И потом забегать. Да, и чтобы вот, видишь, сразу встретил. Читает. Читает он его. Поэтому, я думаю, Владислав Бойцаев ничего не сможет предпринять. Тринадцать секунд остается, дорогие друзья. Ну, уже Владислав даже, я думаю, такие попытки уже нереальные. Ну что, поздравим Кайла Снайдера. Все-таки не удается Владиславу в очередной раз пройти Кайла Снайдера. Это опять упорнейшая борьба, но сегодня Кайл был увереннее и сильнее. Нужно отдать ему должное. Да, как я и говорил ранее, что вот сейчас он очень в хорошей форме. К сожалению, эта форма ему нужна была на чемпионате мира, чтобы хотя бы дойти до финала и побороться с Абдул-Рашидом Садулаевым. Но все ждали этой встречи. Но, к сожалению, он не дошел до финала. И финал был, можно сказать, российской школы, так как Шарип Шарипов также воспитанник российской школы, который, естественно, потом перешел за... Абдул-Рашид, да?